Друзья, всем привет! С вами вновь компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Добро пожаловать на очередную серию наших обзоров на тему, куда смотреть при покупке того или иного подержанного автомобиля. Если вы еще не подписались на наш канал, советую вам это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество интересных видеороликов, обзоров на автомобили не только в формате тест-драйва, но и обзоры также снизу на подъемнике. Каждый из этих обзоров может оказаться полезным именно для вас. Ну а герои нашего сегодняшнего ролика это кроссовер, японский кроссовер, семейный японский кроссовер, который очень часто спрашивали наши подписчики в комментариях. Subaru Forester в кузове SH. Встречайте! Subaru Forester в кузове SH встал на конвейер в 2007 году. Автомобиль выпускался по 2013. В 2010 году машина прошла через рестайлинг, который выразился не только в некоторых стилистических обновлениях, но главным образом в новых агрегатах, которые попали под капот этого автомобиля. Если вы выбираете Forester, проданный по каналам официальных дилеров в России, то ваш выбор по части двигателей сведется к моторам атмосферным объемом 2,2,5 литра, либо вы можете выбрать турбомотор в двух вариантах его форсировки. Коробки передач, механические 5-ступенчатые, либо 4- и 5-ступенчатые гидромеханические автоматы. Привод у автомобиля безальтернативно полный. Наш сегодняшний пациент это Subaru Forester 2010 года выпуска до рестайлинг на 4-ступенчатом автомате с мотором объемом 2 литра мощностью 150 лошадиных сил. По традиции в начале обзора пару слов о кузове автомобиля, качестве окраски и сопротивляемости коррозии. Forester SH по этой части является собой хороший пример того, как делать надо. Что касается коррозии, то ржавые форики встречаются относительно не часто, либо это когда-то побывавшие в серьезных ДТП автомобиле после восстановления. Однако при осмотре машины обязательно обратите внимание на те места, которые, скажем так, имеют повышенный риск сколообразования. Чаще прочего на Сашках встречаются небольшие очаги начинающейся коррозии на кромке крыши в районе лобового стекла по верхнему краю. Также не лишне будет посмотреть задние двери, нижние кромки задних дверей и обратить внимание на задние крылья, в целом на состояние арок у автомобиля. Однако в группу повышенного риска по части ржавчины Forester SH явно не входит. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, его качество. Толщина стандартная для японца порядка 100-140 микрон, окрашен кузов достаточно качественно. Однако сколы, тем не менее, на нем появляются в процессе эксплуатации, от этого уже никуда не деться. Также при осмотре вашего поддержанного экземпляра Forester SH обратите внимание на то, чтобы отопитель салона, вентилятор отопителя салона у вас функционировал исправно и без лишних звуков. Такой дефект на фориках данной генерации попадается достаточно нередко. Теперь поговорим о силовых установках, которые могли ставиться под капот Forester 3-го поколения. На дорестайлинговых машинах атмосферные двигатели были представлены моторами серии EJ 204 и 253, соответственно, 2 и 2,5 литровые. На рестайлинговых машинах их под капотом форика поменяли на моторы серии FB, FB20, FB25 более современные. Про моторы серии FB мы уже говорили в видео о Forester следующего поколения. Ну а турбомотора EJ 255 мощностью 230 либо 260 плюс лошадиных сил, пожалуй, оставим любителям погонять, поскольку человек, который ищет Forester на каждодневное передвижение, вряд ли будет заморачиваться с покупкой турбоэкземпляра. Но на всякий случай про 255-й мотор можно отметить один очень серьезный плюс. Турбина на EJ 255 демонстрирует просто-таки чудеса ресурса. По меркам турбокомпрессора срок ее службы беспредельный. Она способна выходить под 200 тысяч километров пробега больше, чем зачастую может проехать сам 255-й еж. Но вернемся к нашим более приземленным атмосферным двигателям и к нашему конкретному экземпляру. Под капотом нашего Forester установлен двигатель EJ 204. Этот двигатель представляет собой четырехцилиндровый оппозитник. Блок цилиндров здесь алюминиевый с чугунными гильзами. Мощность двигателя 150 лошадиных сил. Из элементов, дополняющих конструкцию мотора, в данном случае мы имеем муфты AVCS, то есть фазовращатели на впускных распредвалах, распредвалов на этой версии двигателя 4. Привод ГРМ здесь реализован посредством ремня. Ремень этот подлежит замене по регламенту производителя раз в 100 тысяч километров пробега, но зачастую приходится менять его несколько раньше. Также, если вы приобретаете Forester с рук и вы не знаете, по большому счету, делал ли что-либо с ремнем ГРМ предыдущий владелец или нет, то крайне рекомендовано превентивно поменять ремень и, возможно, чтобы не лазить потом два раза, заодно поменять и насос системы охлаждения, то есть пумпу. Вообще эти операции лучше совмещать, чтобы потом повторно не переплачивать за одну и ту же работу по сборке-разборке лобовины мотора. Также, если вы будете менять ремень ГРМ, то, соответственно, не поленитесь и поменяйте сальники распредвалов и передний сальник коленчатого вала. Хотя к сроку службы самих сальников на ЕДЖЕ особых претензий нет. Ходят они достаточно долго. На что еще обратить внимание при осмотре автомобиля с таким двигателем? Естественно, посмотрите, чтобы на моторе не было каких-либо подтеков масла, а подтекать маслом ЕДЖЕ может как по прокладкам клапанных крышек, что встречается весьма и весьма часто, так и по прокладкам головок блока цилиндров. То есть на эти моменты при осмотре любого оппозитного двигателя от Subaru стоит обращать особое внимание. Хотя бы потому, что текущие прокладки головок блока также могут косвенно свидетельствовать о том, что мотор поработал в режиме перегрева. И, кстати, вам, как будущему владельцу Форестера, настоятельный совет хотя бы раз в год снимать радиатор, чистить межрадиаторное пространство и следить за состоянием системы охлаждения. Радиаторы двигателя также на этих машинах иногда бегут, лопаются. И если вы смотрите Форестер, где предыдущий хозяин до вас уже установил тюнинговый радиатор, тем же лучше. Меньше внимания от вас этот аспект потребует при дальнейшей эксплуатации. Перегрева ежи не любят. Особенно это касается моторов объемом 2.5 и турбоверсии. Что касается стука четвертого цилиндра на данных автомобилях, то он скорее характерен именно для турбомоторов, поскольку там другие нагрузки и несколько другие режимы эксплуатации. На атмосфернике не так часто встречается стучащий четвертый, но если вы смотрите машину с рук, тем более с большим пробегом, в любом случае не поленитесь запустить ее на холодную и послушать двигатель на предмет наличия или отсутствия посторонних шумов. Что касается расхода масла на угар на атмосферных двигателях серии ЕДЖИ, то если он появляется, как правило, он является следствием залегания колец опять же в результате перегрева двигателя. В исправном состоянии, в больших объемах данный двигатель масло подъедать у вас не должен. Если, скажем, вы от замены до замены, то есть раз в 7-8 тысяч километров расходуете порядка 1 литра на этот интервал, то в данном случае беспокоиться вам не о чем. Продолжайте эксплуатировать автомобиль дальше. Смена масла раз в 7 тысяч километров и использование хорошего 95-го бензина позволит вашему ЕДЖИ проехать порядка 300 тысяч километров до первого вмешательства. То есть до первой капиталки. А по меркам современных автомобилей 300 тысяч до переборки мотора это очень и очень неплохой срок. В том же, что касается, например, надежности навесного оборудования, по Форестерам здесь вопросов нет. Единственное, что при покупке такого автомобиля, если вы испытываете определенные проблемы, у вас есть сомнения в исправности работы стартера, хоть малейшие, советуем его обслужить. На новых фориках стартер, как правило, отправлялся в ремонт либо на замену к пробегу порядка 120 тысяч километров. Теперь, что касается коробок передач. На Форестеру могло устанавливаться три варианта КПП. Это механика пятиступенчатая, вопросов к ней самый минимум. Разве что к 200 тысячам пробега может начать подтекать сальник кулисы и иногда проявляется шум подшипников валов. Сцепление на механике на атмосферном Форестере выхаживает порядка 150 тысяч километров до замены плюс-минус. Что касается интервала замены масла в механике, менять его надо и менять его надо раз в порядка 50 тысяч километров пробега, чтобы данная коробка у вас исправно и долго ходила. Что касается автоматических коробок передач, то на этот автомобиль устанавливались два варианта трансмиссии. Четырехступенчатый автомат ТЗ-1, к нему вообще вопросов никаких нет, замена масла раз в 30-40 край тысяч, и эта коробка пройдет у вас те же самые 300 тысяч километров, что и ваш 204-й ЕДжей. На турбомашину устанавливалась более современная пятиступенчатая коробка маркировкой ТГ-5, и вот к ней в определенном смысле могут появиться вопросы к пробегу порядка 150 тысяч километров. Опять же, это турбомашины, режим эксплуатации и работы коробки тут совершенно иной. Итак, переходим к осмотру Forester SH на подъемнике. В первую очередь, конечно, посмотрите машину на отсутствие течи снизу по двигателю, как по прокладкам клапанных крышек, так же и по стыкам головок блока цилиндров с блоком самого двигателя, чтобы прокладки ГБЦ у вас были в порядке. Далее, обратите внимание, чтобы у вас не текли сальники приводов на редукторах. Сами редукторы на Forester SH вопросов не вызывают. Смена рабочих жидкостей в редукторах предусмотрена регламентом раз в 50 тысяч километров пробега. Ходят они долго и особых проблем не доставляют. Что касается рулевой рейки на Forester SH, она могла быть в двух вариантах. На дорестайлинговых машинах первых годов выпуска рейка была гидравлическая, затем пошла рейка с электроусилителем, то есть электрорейка. По гидравлической рейке там вопросов минимум. Она достаточно крепкая, служит долго. Да, после 100 тысяч километров может начать подтекать, но ничего как такового критичного с ней нет. Рейка ремонтируется. В принципе, то же самое можно сказать про электрорейку. Единственное, что постукивать электрическая рейка на фарях начинала раньше. В некоторых особо ретивых эксплуататоров она могла начать стучать уже после 30 тысяч километров пробега. Для людей, кто не боится что-то менять и переделывать в своем автомобиле, можно сказать, что вместо электрорейки вы можете спокойно поставить гидравлическую рейку старого образца. Также при осмотре Forester обратите внимание на состояние подвесного подшипника кардана и на состояние крестовины. Самого кардана. Крестовины, кстати, здесь меняются отдельно. И стоят они относительно недорого. Что касается ресурса подвески ForexSH в целом, то подвеска заслуживает одного эпитета. Крепкая. Как водится, по традиции, самым слабым местом подвески являются стойки и втулки переднего стабилизатора. Ресурс этих компонентов порядка 30-35 тысяч пробега. Далее замена. Но это, соответственно, не очень дорогие и, по сути, расходные материалы. Что касается селинблоков рычагов, что касается ресурса передних амортизаторов, ступичных подшипников, здесь цифра примерно одинаковая. В среднем это 100 тысяч километров пробега. Эти компоненты выхаживают, потом могут попроситься на замену. Что касается ступичных подшипников, на этой генерации ForexSH меняются они в сборе со ступицей. Дольше прочего в передней подвеске ходят опорные подшипники стоек. Их ресурс при средней эксплуатации порядка 200 тысяч километров до замены. Что касается задней подвески ForexSH, здесь у нас многорычажка, соответственно, селинблоки присутствуют. Селинблоки эти дюжат порядка 100-150 тысяч километров пробега в зависимости от режима эксплуатации. Но следить за ними надо будет, как на любом другом автомобиле. Что касается задней подвески, из особенностей здесь могут стоять стойки с подкачкой, которые обеспечивают клиренс автомобиля неизменным вне зависимости от его загрузки. В случае выхода таких стоек из строя, замена их достаточно небюджетная. Большинство владельцев предпочитают их выбросить и поставить на Forex самую обычную подвеску. Обычные амортизаторы и обычные пружины. И в таком виде уже эксплуатировать автомобиль дальше. В целом подвеска Forex 3-й генерации каких-либо ярко выраженных слабых мест не имеет. Из мелких неприятностей по низу часто встречается выход из строя датчиков автокорректора фар. А в данном случае дело либо в самой тяге в шарнирах, которые закисают и датчик теряет подвижность, соответственно, не работает, либо в отказе самой электрической части датчика. Если у вас проблема чисто по электрике, есть шанс обойтись малой кровью, очень и очень бюджетно, подобрать на разборке электрическую часть датчика от какой-нибудь Toyota, скажем, Camry, Alion и так далее, и просто поменять. Датчиков корректора фар здесь два. Стоят они по левой стороне, соответственно, спереди и сзади автомобиля. Что касается системы полного привода на этих фориках, если у вас механика, то у вас будет, между всего, дифференциал с блокировкой посредством вискомуфты, с распределением крутящего момента 50 на 50 в обычных условиях. Если же у вас автоматическая коробка, то распределение момента между осями у вас реализовано через многодисковую муфту. Соответственно, в нормальных условиях ваш автоматный форик на 90% переднеприводный, 10% крутящего момента где-то уходит на заднюю ось. При необходимости момент может перераспределяться до пропорции где-то 55 на 45. И та, и та система передачи крутящего момента весьма и весьма надежна. Какие-либо проблемы на фориках, на атмосферных фориках с этими системами встречаются крайне редко. Итак, какие выводы можно подвести под все вышеизложенное? Forester SH в активе имеет очень неплохое качество покраски кузова, неплохо сопротивляется коррозии. Здесь надежные атмосферные моторы, способные выходить порядка 300 тысяч километров пробега. Практически неубиваемые автоматы и высокий клирец 215 миллиметров. Поэтому, если вы ищете для себя семейный кроссовер с хорошей проходимостью, присмотритесь к форику третьей генерации. Эта машина может оказаться тем самым правильным выбором для вас. Этот и многие другие автомобили вы можете найти на нашем сайте, ссылочка будет под видео. Также, если вам этот обзор был чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные обзоры. Спасибо вам за внимание, спасибо, что смотрели. Всего вам доброго, удачного дня, пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.